андрей добрый вечер ну просто я не могу не спросить про эти ваши разборки с баре алибасовым про это все говорят только вот у меня ощущение что вы с баре каримовичем просто договорились вот устроить этот спектакль и на этом все повелись и вот вы оба пиаритесь два продюсера из 90 ну если баре каримовичу надо пиариться то может быть еще вопрос мой разину не надо уж разину тем более да у нас действительно был договор это давняя история давный конфликт вот сейчас баре каримович узнал о том что я сдаю очередной отель в городе сочи стоимостью почти 20 миллионов долларов естественно он вспоминает об этом долге но он его сам нарушил он создал группу на 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 перекор нашего договоренности поэтому я ему тоже предъявляю от миллионов долларов отель сочи в одном из телеэфиров недавно слышал про 60 человек прислуги каждым которым покупается квартира если они 5 лет работают люди работали откуда деньги так еще деньги с ласкового мая мы дали мы единственная группа кто задекларировали свои доходы ни пугачёва ни ротару никто а именно ласковый май есть решение суда вступившие законную силу 2005 году где мы посчитали и перед министерством по налогам и сборам отчитали за свои доходы за прошлые годы и наш наш прибыль на 92 год составила 32 миллиона советских рублей когда доллар стоил 60 копеек поэтому мы декларированы на огромную сумму денег который мы вложили недвижимость и мне просто смешно когда там какие-то журналы называют там стаса михайлова самым богатым там пугачёву но мне просто разница мне просто смешно потому что недвижимость который сегодня у нас есть и что но она оценивается 890 миллионов долларов и всех эти гроши 5 миллионные пить 20 миллионные они даже рядом не стояли возле наших денег потом вы понимаете мы 25 лет богатые мы 25 лет мы уже имели восемьдесят девятом году свой самолет як-40 чайки зилы уж эту новую была своя личная чайка газ-13 на которой гагарина встречали хрущев встречал поэтому что нам перед ними это самое может давно пенсионеры в денежном плане поэтому мы не паримся на эту на эти дела мне единственное что очень приятно что да действительно 25 лет работают с нами администраторы ребята кто не за 7 квартиры да и не знаете мне сколько желающих например у меня коля коржиков работает 25 лет коля горденко водитель работает 25 лет аркадий кудряшов работа директором юра штанова 24 года и все они работают и не меняют место работы все с высшим образованием поэтому не очень приятно им покупать квартиры это как члены семьи моей уже потому что до 38 человек не 60 а 38 человек работают на постоянной основе которые обслуживают исключительно только мою семью но ничего плохого в этом я не вижу потому что средняя заработная плата у людей где-то полторы тысячи евро в месяц и я считаю что если бы каждый бизнесмен давал по 20 по 30 лет людям работать и хорошо зарабатывать то я думаю вообще наша страна была богатая все жили счастливы потому что я считаю как я считаю что я никогда никого не выгоняю меня кто приходит на работу они работают многими годами и не уходят только уходят на какое-то большое повышение или связи с переездом за границу а так в основном вся команда сохраняется и все на должности не политко корректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 4